Ленинград Уважаемые участники Российского комитета рабочих! В Российском комитете рабочих сложилась практика поддержки кандидатов в органы государственной власти. Вы помните, что мы обсуждали и кандидатуры наших лидеров, различных партий, движений. Наверное, сегодня же пришла пора поддерживать наших рабочих, поэтому не случайно проект постановления так и будет называться о поддержке рабочих кандидатов. Естественно, Российский комитет рабочих, когда поддерживает кандидатов в органы государственной власти, он имеет право и выставляет определенные условия взаимодействия с этими кандидатами. Первое условие – о том, чтобы этот кандидат имел хотя бы прочную и хорошую связь с рабочими организациями. Далее, конечно, мы просим, учитывая нашу борьбу за трудовой кодекс уже в течение нескольких лет, чтобы этот кандидат поддерживал, пропагандировал наш трудовой кодекс. До 29 марта здесь, в Нижнем Новгороде, состоятся выборы в областное законодательное собрание. Рабочими Нижнего Новгорода и завода Красная Сорова выделена кандидатура токаря предприятия «Водоканал» Сенкова Константин Александрович. Было собрано необходимое количество подписей, он зарегистрирован как кандидат. И сегодня уже ведется работа по агитации за нашего рабочего кандидата. Инициативная группа, поддерживающая Константина Александровича, обратилась в Российский комитет. И сегодня уже, вчера прозвучала еще необходимость поддержки наших рабочих. И эта инициативная группа просила поддержать кандидатуру Константина Александровича Российским комитетом на этих выборах. Поэтому я с вашего разрешения зачитаю то, что я хочу вам предложить. Проект постановления Российского комитета рабочих. Если нет возражений у вас. Да, давай. Спасибо. Проект постановления Российского комитета рабочих. О поддержке рабочих кандидатов. Российский комитет рабочих поддерживает кандидатов в органы государственной власти, активно работающих в деле организации рабочего класса по защите интересов трудового народа, выполняющих главную задачу по сохранению и возрождению промышленности, заводов и фабрик, добивающихся законодательного принятия трудового кодекса России, разработанного специалистами фонда рабочей академии и объединением рабочих профсоюзов защита. Исходя из этого, Российский комитет рабочих обращается к трудовым коллективам, ко всем честным гражданам Нижнего Нового города, с призывом поддержать кандидата депутата областного законодательного собрания по избирательному оборудованию номер 9, токаря предприятия «Водоканал» Сенкова Константина Александровича. Нижний Новгород, 15 марта 1998 года. Так, какие будут вопросы, предложения? Пожалуйста. Поддержка. Прочная связь с рабочей организацией и борьба за кодекс. Вот как вы? Соответствуйте? Возьми свои источники, пошевелки. Ну, если кто пытался прочитать, здесь вся моя биография, страдает деятельность. Программа, разработанная и предложена мне Советом рабочих, утверждена. Я выхожу не лично со своей программой, а с программой, которую предложил Совет рабочих. Так что я не совсем независимый, как мы обсуждали, а зависимый кандидатом рабочего движения. О себе как-то сложно, можно говорить, но работаю на заводе с 65-го года. В 95-м, в 97-й год был председателем с очкома ЦЭК-125. На марш заводы. На марш заводы я ушел в 97-м с ноября на водоканал. С первого года уже начал вести работу не только переработки, а просто по пересмотрению коллективного договора на профилятие водоканалов. Какие там случаи были, могут быть просто дикие для меня, так как по колдоголу я работал на марш заводе. Такой случай, например, записанный в колдоголе, где запись такая звучала, выдавать зарплату не реже одного раза в месяц. Ну, сразу выступил, пришел, мне сразу было, ты что сразу здесь будешь выступать, тебя гарантирует? Ну, я не испугался, полноярный животный, человек тоже, конечно, может, сорвет, но я не боюсь. Выступил, выступил на конференции на профсоюзной, поставил пол правкому за создание такого коллективного договора. Конечно, зал меня не воспринял. В общем, в зал люди получают более-менее стабильный зарплату в отношении к другим предприятиям до миллиона. И сказали, шел там у себя, он в работу добивался своих прав, но я продолжил свое выступление. Критику рабочих выслушал, но в конце конференции генерал-директор сказал, что Константин Александрович юридический прав. И зал примок. Вот, а куда я правкому выставил. 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 Дал им срок два месяца. В феврале до должна была состояться конференция по контролю и исполнению коллективного договора. И на этой конференции меня просто объявили в цеху, где я сейчас работаю, просто никто ничего не знал. Делегатов отправили туда. Народ прибежал. Как и почему тебя не берут? Я говорю, ну что, вы, ребята, я знаю эту ситуацию. Мы должны были просто собраться и направить меня туда, и пешком зашел. Ну, пока вот такая ситуация, всего я бы вот там отработал, и еще не организовал себе народ. И есть уже некоторые перемены, я считаю, и моя здесь заслуга, люди там и приказы нет, повесить, снимут сразу по полную игру. И тут пока надо, ну, видят, наверное, все, но нам просто время. Чтобы в этой организации все-таки отстоять. Организации интересные. Забостровки сразу после Забостровки, это конференции, приехал в цех, с утра приехал в начальник, буквально ехали в эту Мавловсковую часть. Ни слова не говоря, вышел, показывал, никакой Забостровки надо быть не налаживать. Ну, я, кто-то, никто Забостровки не призывает здесь. Я не призвал. Просто говорю людям, надо начинать работу, чтобы улучшить поле, защитить себя, это надо начинать с подготовки коллективных органов. Если надо, я буду помогать. И готов помогать. А по кодексу так? И по кодексу. Каждая работа у себя ведется. Они просят у меня материал и по кодексу, допустим, настоящему. И я уже расскажу о том, 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 о том. И я буду на выборах. Константин Александрович, вам вопрос кто задал? Михаил Васильевич Попов, да? Смотрите на него, вы говорите... Нет, Михаил Васильевич Попов. А кто за это? На здоровье вам внимательно, в семье воспроизводящей. На здоровье есть? Отвечаю. Вначале смотри на нее, потому не вакуум. Я тебе говорю, смотри на нее. Правильно, она даже будет только начало. В понедельник пойдем. Тебе будет, Ирина, задаваясь вопрос, ты будешь смотреть на кран, вот туда. На нее смотри. Если привычка такая, все же не будет делать. А у меня такой вопрос. Почему именно этот вопрос? Ну, в общем-то, раз вопрос, потому что, некоторые говорят, должен жить, ну как мы понимаем, приглашать людей, там, из золота, все, все, ублотиться в замок. Я, в общем, родился в Соломовском районе. Работаю на предприятии, на машине, которое было в Соломовском районе. И поэтому... Я основываю, где центр Соломовского предприятия. Вас так хорошо знает. Да? Ну, я... Что-ли вас знает, ваша помощь? Да. Ну, наверное, любого кондитата мало вообще знать, если так рассуждать. Это рассуждение неправильно. Сколько у вас противников? И какие они? Противников 13 человек. Это Лукойл, юристы, это ассоциация юристов, военный пенсионер, начальник новой полиции, один рабочий. Предприниматель. Предприниматель. А рабочий от кого? Это... Связь. 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 Телефон строит. Телефон строит. Телефон строит. Монтаж. Он говорит сразу, что на парке идет, а нет рабочих. Потом, там, свободный профсоюз какой-то, соцспрос, правозащитник. Я не знаю вообще, где работать. Наверное, нигде. Соцспрос. Он плакает задать. Тихо, 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 тихо. Он председал. А потом из МВД уволенный начальник и, ну, помоложе меня, вот, живет в Ленском районе, а блокируется здесь. Еще. Главный энергетик. Да. Главный энергетик завода у нас. Главный энергетик завода у нас. Вот пример. Главный, да. Карл Супер. Магазин Копейка. Ну, почти в Азурия Шкуря. Почти всех мы знаем. Телефон строит. Сотверников. Такарицей. Понятно. Конкуренция, конечно, большая. Юр. Да. Следователи, Гаврилов, Егоров, жители Соловского района, спорта. Вопросы? Пожалуйста. Наверное, ведь тоже все обещают, и рабочим, в первую очередь даже рабочим, что водки будут. То есть программы должны... Вот идя сюда, я сейчас почитаю тоже рекламу, как ее Светлана Ивановна, юрист Ассоциации юристов, говорит, уверен в завтрашнем дне. Я просто говорю, что уверен в завтрашнем дне, лично у меня нет. Уверенность есть в одном, то, что лучше не будет, если мы не будем защищать свои права. Прямо говорю, а уверенность и у них какая-то есть, у них реклама прекрасная, у них может есть уверенность, а у меня уверенности нет. Я вот с Эмикой Даршей Вейны согласен, уверенность нет, а у меня такой же уверенности нет. Будем бороться, будь нас уверен, что лучше добьемся. Вот такая уверенность есть, что есть будем бороться. Есть еще вопрос или нет? У меня? У меня уверенность есть и будем бороться в этой дверь. При любой погоде будем бороться, да? Вроде бы... Нет, нет вопросов. Пожалуйста, садитесь. Я хочу, чтобы выступил Александр... Товарищи, я думаю, что Константин Александрович, его кандидатура заслуживает того, чтобы российский комитет поддержал его предвыборную компанию. Вот мы выставляли эти два условия. Действительно, главные два условия. Тесная связь с рабочей организацией. И мы уже можем сказать по прошествии семи лет, что действительно Константин Александрович тесно связан с рабочими организациями. Пришел он в Совет рабочих в самое трудное время, когда многие очень ушли, большинство в Совет рабочих ушли. А он пришел, так сказать, и кропотливо и долго вел эту работу, так сказать, не унывая, в общем-то, так сказать, проявив выдержку, настойчивость, целеустремленность. И добился суевого, что мы, так сказать, первый, кто организовал забастовку, режемного уровня, так сказать, это был цех 125, где как раз работал Константин Александрович, готовил эту забастовку. Не случайно, он получил доверие коллективу, стал председателем стачком. То есть это говорит очень о многом, о том, что человек является, так сказать, представителем рабочих коллективов, ему люди доверяют, может выставить саму практическую ситуацию. Это первое. Второе, что Константин Александрович, скажем, эту забастовку использовал не просто для отставива насущных требований, что само по себе, конечно, необходимо, но он уже в ходе этой забастовки решал задачу пропаганды нашего кодекса. Я вот был приглашен во время забастовки, а иногда тоже решают, а чем занять это время? Ну что, люди просто сидят. В общем, просто была решена задача в цехе 125. Пригласили лектора, который рассказал о проекте Трудового кодекса России. Пригласили радио заводское и газету. И вот, я думаю, что коллектив, который лучше всего знает, во всяком случае, более всего поищал об этом кодексе, это коллектив Нижегородского машиностроительного завода. Опять-таки это было достигнуто благодаря Константину Александровичу Сенкову. И сегодня мы, вот Николай Викторович спрашивает, а почему, так сказать, Цоновский район? Я думаю, главное не то же даже, где родился Константин Александрович, хотя это тоже важно. Но главное это потому, что вся предвыборная кампания посвящена агитации за рабочую организацию. И мы видим первый, так сказать, пункт этой программы агитации за проект Трудового кодекса России. А где это агитируют? Где аудитории, которая в этом задействована, которой это больше всего нужно? Это, так сказать, ЦХ. И у нас здесь самые прочные позиции. Константин Александрович пойдет еще и будет добиваться, чтобы позиции были еще прочнее. Вот у меня есть график работы, так сказать, встречи с игрателями по ЦХ завода Красный Сорова. И Электромаша, и машиностроительного завода. Так что мы в любом случае, сколько-нибудь у нас конкурентов, они все конкуренты на улицах. В ЦХ у него конкурентов нет. В любом случае мы эту кампанию выиграем. Потому что привнесем, значит, понимание того, что надо делать, продемонстрируем силы передового примера. Потому что вот есть живой рабочий, который кое-чего достиг. И видим, на фоне остальных в общем-то и немалого достиг. Так что это поможет решению задач рабочего движения. Вот почему я думаю, что мы должны, во всяком случае, праве поддержать, и должны поддержать движение этого кандидата. И обратиться, я думаю, может быть, это уже второй вопрос. Вот есть постановление, постановление это очень хорошо, оно ориентирует нас всех. И не только в этой ситуации, но и вообще. А может быть еще какое-то специальное короткое обращение, где указать подписи представителей тех организаций, которые здесь присутствуют. Не просто Российский институт рабочих, а может быть Российский институт рабочих и указать конкретно. Такой завод, политарский завод, значит. Подписать. Подписать. Чтобы было видно, что это живые люди, чтобы видна влага география. Вот это еще один документ для дополнения к этому постановлению. У меня все. Можно? Спасибо. Можно? Да, пожалуйста. Ведь голосоветы все равно будут по месту жительства. Вот все ли рабочие там, где вы будете в цехах, агитировать, живут там жилые люди? Разумеется, нет. Половина. Разумеется, нет. Разумеется, нет. То есть все, что, в первую очередь, рассчитывать на территориальный все-таки округ жилой. Вы пойдете вообще в дома к людям? Вы знаете что? Вот территориальный жилой округ, это 67 тысяч избирателей. И при таких округах уже посчитано. Чтобы вот обеспечить то, что вы говорите, пройти по всем избирателям, каждому положить в ящик, прокрутить. А я об этом говорю. Значит, это уже посчитано у нас. Не знаю, как где, а у нас это 400 миллионов. Поэтому в эти игры мы играть не будем, так сказать. И никогда не пойдем, не по домам, чтобы встречаться с людьми, выбитыми из кирли, уже, так сказать, связь с коллективами и так далее, и так далее. Мы уже ходили, когда собираем подписи и знаем, что это дело совершенно бесполезно. Мы пойдем туда, где бьет, так сказать, родник жизни, где есть надежда на возрождение производства. В коллектив. И я считаю, это главный выигрыш. Что если вот, там мы можем и найти помощников. Потому что нет, у нас ни ног, ни сил, ни денег. Значит, мы каждому дадим эту программу. Если люди поднимутся, если, так сказать, они воспримут как свое, если, так сказать, они настолько пробудились, что готовы уже не просто получить, но и поработать. Значит, они тогда и в домах своих пагетируют. А если нет, ну, значит, ограничимся тем, что есть. Хотя, я еще раз говорю, что кто из нас имеет возможность выступить сейчас в цеха крупнейшего завода с рассказом о главной для нашего, так сказать, движении вещи, о Трудовом кодексе. Ну, кто еще получит такую возможность? Кого будут пускать? С доверенным лицом и так далее. Собирать людей сотнями. Я думаю, если это не выигрыш, то что тогда выигрыш? Скажите мне. Еще вопросы есть к доверенному лицу? Пожалуйста. Смотрите программу. И Константин Александрович выступал по телевидению. Кто видел, я не знаю, но вот мы видели. Значит, он всего использовал минуту. Там две минуты давали. Он использовал одну минуту. А когда ведущая сказала, ну, что же вы, Константин Александрович, еще у вас минуты, он говорит, мне хватит. И было сказано, что я подробно о своей программе скажу на заводах, где я буду встречаться с избирателями. На МАШ-заводе, на Красном Сормове, на Электромаше, на Лазури. И если кто, значит, пожелает встретиться со мной, я готов выступить на всех предприятиях. Вот у нас в цехе, мы его рекомендовали от Совета Рабочих, а выдвинула его к кандидату. Это, значит, группа рабочих, все от станка. Ну, вот секретарь собрания была Рябикова, Валентина у нас, табельщица. А все остальные, такая. Вот Калачев, Абрамов, значит, Иванов. То есть, он избран, он так и говорит, выдвинут Советом Рабочих и рабочими завода Красной Сормовы. Это так действительно есть. Мы специально здесь, ну, специально я говорю, мы здесь ничего не писали в программе о социальной защите. Там не плакали, как вот все развалено, все специально не написали. Вот мы записали те пункты, вот на которые он должен обратить внимание в своей предвыборной кампании. И я считаю, это правильно. И мы уже с понедельника идем в завод Красный Сормов. И всю неделю, значит, где-то в девяти цехах мы будем выступать. То есть, в пяти цехах основных, а к ним будут приходить другие. Я уже переговорил с начальниками цехов, с предцеховами. Собрания будут проведены. Он, значит, выступит. Ну, что сказать? Надеемся ли мы на то, что пройдет он или не пройдет? Ну, это другой вопрос. Ну, просто мы не тешим себя иллюзиями, что вот мы действительно... Ну, вот мы пройдем. А почему бы он и не мог пройти? Рабочий. Ну, кристально чистая биография и деятельность. Что надо для рабочего кандидата? То, что надо, у него все есть. С любых точек зрения, значит, с любых подходов, какие бы вопросы, какие бы вопросы ему не задавали на встрече, он может ответить, ну, абсолютно, значит, честно, абсолютно, достоверно, как и что. Вот когда нам говорят, что надо там юристов в законодательное собрание, мы не говорим, что мы избирали уже, наизбирались туристов, юристов, журналистов, телевизионщиков, предпринимателей, а вот рабочих там нет. Поможем мы ему, если он пройдет в законодательное собрание, юристами, чем угодно. И это, значит, уже на сто процентов. Только бы прошел. Будем агитировать, конечно. В этом округе идет Сенитов Константин Александрович, он в 2008 году рожден. Не муниципальные предприятия его на канал, только. Итак, ваши две минуты, пожалуйста. Средо-рабочих Нижнего Новгорода, рабочие Красную Солгу, поучили мне Кенкову и Сенитову Александровичу представлять интересы природного народа в основном законодательном собрании. Сразу хочу сказать, те, кто не будет за меня голосовать, мы не будем исключать ни воду, ни к нему зашли. А в законодательном собрании я никогда не буду голосовать за отключение электроэнергии за приятел, которые правительство упорно старается уничтожить. Наша главная задача – сохранение отечественного производства. Сохранив производство, будет работа, будет заклада. Подробным вложением своей программы я буду выступать на заводах Красной Солгу, машиностроительный завод, электромашек. Для тех же зайцев выступить в любом трудовом коллективе, в котором поздравится в любом коллективе. Вы можете у меня найти, что-то либонус 23,9,6. Спасибо большое. Василий, еще одна минута. Вам достаточно. Я все остался. Товарищи, не прозвучало, съелано, съелано. Александру Токарю предприятий Водоканал представлять их интересы в законодательном собрании области. Ну, Совет Рабочих прозвучал здесь? Прозвучал. Совет Рабочих пошел. Единственный пригласил людей на встречи. Никто из всех кандидатов, ни один не удосужился пригласить телезрителей на встречи. Вы готовились сейчас с тудовыми коллективами. Тудовыми коллективами даже... Когда вот сколько было стонов, что плохая жизнь и так далее. А не правительство, что правительство старается уничтожить наше предприятие, сказал он один. Да, да. Вот это слово правительство и то сказал один. Слово правительства, что нам уничтожает наше предприятие, один такой человек сказал. И сняется все. Обещаний тоже нет, которые уже раздражают людей. Что дам, то есть, а что не даешь, обещания. Да, да, да. Как это, там, хитрый лис. Я вам могу помалывать не менее. Ну и тоже, так сказать, все-таки это и острово, что как призаново, что не буду отключать и в то же время недавно отключать. Ну вообще, это дикость, конечно, это же, мы даже, к этому привыкли, это же. То есть, в качестве штрафа рассматривается уничтожение тех, кого штрафуют. Да. То есть, я вообще предлагаю, там, кто не выплачивает танки, подводить и бить, это будет дешевле. Для тех, по кому будут бить, потому что, когда они отключают веки энергии, они уничтожают производство. Напристо, такие потери страшные. То есть, это люди, которые не понимают, что такое экономика, или хотят ее уничтожить. Да, они хотят уничтожить. Задачу. То есть, по поводу, сами организовывать долги и сами же потом отключать. Они же погашение благодвижения не занимают. Вот, поэтому... Нет, ну это вот в наших комментариях прозвучало. Вот здесь вот, вы читали долги? Не было этого четко. Да, так вот. Этого четко не было. Реальный долгов 8 миллиардов. Ромашу. Вот. Нет. И завода тоже есть. Надо было что-то включать. Такое вот конкретное. Потому что, да, спастись только сами можем. А мы и тут загнали работе куда-то. Мы специально ничего не забиваем сюда. Почему? Значит, чем больше ты говоришь... Когда долго говоришь, не слушай. Ничего никто тебя не слушает. И по радио мы так будем говорить. Мне хватит. Это вообще добавка вот такая. Да. Ну, мне не надо. У вас еще есть... Конечно, можно было об организации рабочего класса говорить. Значит, что только организованный рабочий класс там может чего-то... Значит, ну, правильно. Это уже не возникло. Да, это шло бы... Какую идею нужно было. На его месте я бы какую идею еще принеси. Нет, какую идею. Вот то, что значит, как-то в противовес всего, что вот рабочий. Почему? То есть, не в оправдание, а именно вот как-то целесообразность показать, что именно рабочий идет. Вот это в несколько словах, что я вот иду рабочий в противовес всем, в противовес всем деньгам. Ну, и нож не в противовес, а только вот тут. А вот он как раз не в противовес идет. А идет для выражения интереса трудового народа. Ему поручено это, он не сам идет. И сам идет. То есть, что важно. А то, что он не просто рабочий, а идет от организованных рабочих, от Совета рабочих. От рабочих, от рабочих Красного Сорумова. А если он противовес всем идет рабочий, ну еще одного отметут рабочих. Ведь это на самом деле так. Мы его рекомендовали, а его же выдвинула группа из моего цеха. Девять человек. Рабочий от станков, токаря. Почему мы в программе, ты вот сравни его программу, значит. Почему мы в программе ничего не написали о наших тут этих зарплатах, бедственных и прочее. Значит, надоело это всем все слушать. Конечно, все знают, что зарплаты нужны, значит. Но главное-то что? Вот рабочий, он за свое производство, значит, говорит. И все вопросы там в программе об этом сказаны. Выбирай. Ты можешь повторить камеру. Товарищ, совет рабочих. Повтори вот. Значит, вторую минуту вы зачитываете. Вот график моих выступлений на Красном Соруме. И график не дайте, бумаги дайте. И потом спасибо за внимание. И все. Бумаги дают мне. График. Продолжение следует.